Господь 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 И у тебя есть выбор, либо сдаться, либо опустить руки. Только потому, что началось все плохо, ты не обязан с этим смиряться. Ну, может, там что-то не получилось, может, что-то трудно, так не должно закончиться. И ты можешь прямо сегодня принять решение, дьявол, не спеши радоваться. Со мной еще не все закончено. Солнце еще не зашло над моей жизнью. Солнце еще не зашло над моей семьей. Дьявол, не спеши открывать шампанское. Прибереги свои фейерверки, потому что я буду жить, пока не умру. Знаете, я слышал такую настоящую историю. В одной семье произошла трагедия. Муж очень сильно заболел и был при смерти. И жена начала паниковать, она начала говорить, пожалуйста, ты не можешь нас оставить, ты не можешь так уйти, ты не можешь нас так бросить, ты не можешь оставить, ты не можешь. Он смотрелся на меня и говорит, обещай, что ты не уйдешь, обещай, что ты не оставишь. Он у меня посмотрел, говорит, одно я могу пообещать. Сам я в гроб не поползу. Если уж я там окажусь, меня туда положат Сам я туда не полезу Знаете, проблема со многими христианами Они слишком быстро сдаются Они слишком быстро ползут туда Прими решение своей жизни Я буду жить, пока не умру Я буду жить до последнего вздоха Я буду жить, аллилуйя Помните апостол Павла? Вот это был человечище Вот это был, понимаешь Когда он писал свое последнее послание Послание Тимофея Он знал, что ему осталось немного Он знал, что... И он просит Тимофея, говорит Тимофей, миленький Постарайся успеть до зимы Постарайся успеть до зимы И он чувствовал, что, наверное, больше зиму не проживет И что он просил? Если бы ты знал, что у тебя осталось до зимы Что бы ты просил? Лекарств давай, еще там давай Юриста там давай Давай подкоп сделаем Давай там то Он говорит, Тимофей говорит, книжек захвати. Принеси мне книжек. Почему? Я буду жить и читать. Я буду жить и принимать. Я буду жить, пока не умрешь. И говорит, принеси книжек и принеси манускрипт. Он говорит, чтобы я читал и писал, писал и читал, читал и писал. Я буду жить, пока не умру. Скажи соседу, живи, пока не умрешь. Не опускай руки, не сдавайся на полпути. Иисус Навин, 24 глава, 26 по 30 стих. И вписал Иисус слова сей в книгу Закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом, который подли святилища Господня. И сказал Иисус всему народу, вот камень сей будет вам свидетельством, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами, и он добудет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим. И отпустил Иисус народ каждого свое дело. После всего умер Иисус Сынавин, рамп Господень, будучи 110 лет. Ну, нормальный такой задел, да, может себе где-то до 110 где-то, давайте, а уже определимся где-то, ну. И похоронили его в пределе его удела Фемнам Саари, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. Знаете, написано, и похоронили его в пределе его удела. Я скажу, что значит в пределе его удела? Как это на русский язык правильно перевести? По-армянски это звучит так. Похоронили его прямо, прямо на последней границе его территории, которая ему досталась. Знаете, когда Иисуса Навина хотели похоронить, и когда он уже чувствовал, что он уже отходит, говоря, Бог совершил в моей жизни все. Говорит, Иисус Саарин, где тебя похоронить? Он говорит, на самый, если Бог мне дал вот досюда. Вот, скажем, вот это мой удел. Это вот мое. Скажу, у каждого из нас есть свой удел. Вот мой удел. От этой кафедры вот до того микрофона. Аллилуйя. Он зашел. Иисус Саарин, где будешь хорониться? Как будешь заканчивать? Вот здесь меня похоронить. Прямо вот на самой границе. Ни на середине, ни на начале, ни еще где-то. Я дойду до конца. Я возьму все, что Бог мне дал. Я пройду все. Я не хочу просто умереть на входе. Я не хочу просто опуститься и сдаться в самом начале. У меня есть обетованная земля. Бог дал. Написано, каждому колену Бог дал удел. И для колена Иисуса Навина был его удел. И когда пришло время ему отойти. Когда его солнце опустилось. Знаешь, где он попросил, чтобы его похоронили? На самом краю его удела. Бог дал тебе дары. Бог дал тебе таланты. Бог дал тебе... Может, у тебя нет обетованной земли? У тебя есть книга обетований. У тебя есть Библия. И там так много, что Бог говорит тебе и мне. Все обетования Божьи. В нем дай мне. Он что-то обещал тебе. Может, Он что-то обещал тебе про твоих детей. Может, Он что-то обещал про твоих внуков. Может, что-то обещал про твоих родных, про твоих близких. Аллилуйя. Пока солнце не зашло. Пока я жив. Пока я буду верить. И если придет время, когда солнце остановится, я получу все, что Бог мне обещал. Ты можешь сказать, аминь на это? Аминь. Где бы... Что бы то ни было, ты можешь сказать, эй, так не должно закончиться. Так не должно закончиться. На границе наследия. Он достиг максимума своего наследия. Ни немножко, ни половину, ни маленькую часть. Он говорит, когда я умру, я упрусь до границы своего наследия. Я буду жить по максимуму. Того наследия, той благодати, того помазания, того, что Бог мне дал. И у каждого из нас есть свое наследие. Еще одно место писания. Марка, 14 глава. Марка, короткая Евангелие. Самая короткая, там всего 16 глав. 14 глава уже повествуется о том, что вот-вот Иисус готовится к своему погребению. И его солнце заходит. И все чувствуют что-то не то. Все чувствуют такое какое-то волнение в духе. Иисус собирает их. Иисус их предупреждает, что Сын Человеческий скоро уйдет. И дальше, и дальше. И здесь вот давление конца такое, знаете. Солнце заходит. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали уже первосвященники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда он был в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом, мира из народа чистого, драгоценного, и разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые вознегодовали и говорили между собою, к чему у себя трата мира? Ибо можно было продать это более, нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что вы ее смущаете. Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою. И когда заходите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Она предварила помазать тело мое к погребению. Истина, истина, говорю вам, где не будет проповедана Евангелие, все в целом мире сказано будет в памяти о нее, о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот 11-12 к первосвященникам, чтобы предать его им. Интересная история. Солнце заходит. Иисус чувствует. Иисус предупреждает. Вот последние дни его жизни. Часы тикают. И знаешь, когда часы тикают и солнце заходит, последнее время, оно из одних выдавливает самое лучшее, а из других выдавливает самое худшее. Когда время приближается, когда солнце заходит, знаешь, когда у кого-то время заканчивается, одна несет самое драгоценное. Время заканчивается. Я должна успеть. Я должна успеть помазать его. Я должна успеть этот сделать поступок. Я принесла тебе самое сокровенное. То, что я копила всю жизнь. Я принесла тебе свои мечты. Я принесла тебе свое сокровище. Другой. Так, время заканчивается, надо сдавать его. Время заканчивается. Пора предавать. Время заканчивается. Что-то Иисус вообще не тот, который я ожидал. Как мы по-разному можем вести себя, когда наше солнце садится. Смотришь на некоторых людей. Их солнце садится. Ох, и там столько ненависти. Там столько предательства. Там столько злобы. Там эти иудины поцелуи. Там столько гнева. Там столько распри. Там столько недовольства. Там столько желчи. Посмотришь на других. Их тоже солнце садится. Но там драгоценная мира. Там столько мира. Там столько шалома. Там столько благодати. Там столько радости. Там столько благодарности. Иисус сказал, послушай, не трогайте эту женщину. Знаешь, я уверен, что когда мы, когда наше солнце заходит, достаем это миро, сам Бог будет заступаться за нас. Сам Бог говорит, эй, не трогай его. Вот здесь, друзья. И у каждого из нас есть разный сезон жизни. Я не говорю сейчас только про старость или про жизнь. Где-то что-то заканчивается. Что ты выбираешь? Потому что мы живем в последние времена, друзья. Иисус придет скоро. И я уверен, что ты чувствуешь, как эти часы тикают. Люди будут делиться на две категории. Одни будут доставать самое лучшее. Другие будут предавать, будут подставлять, будут делать ужасные вещи. Давление выдавило лучшее из этой женщины. И выдавило худшее из этого Иуды. Она сломала алавастру сосуд. Она излила драгоценное миро у ног Иисуса. Она поклонилась Ему. Иуда же сказал, какая трата. В Его глазах это была трата. В глазах Иисуса это было поклонение. В глазах Иисуса это была жертва. Давление конца будет выдавливать либо худшее, либо лучшее. Может, у тебя сегодня тяжелое время. Может, ты живешь под давлением. Позволь этому давлению выдавить поклонение Иисусу. Мы живем под финансовым давлением. Мы живем под давлением лет. Да, с каждым годом мы не становимся моложе. С каждым годом... Я читал недавно статью там, называется «Дискриминация по возрасту». Оказывается, что чем старше ты становишься, тем труднее зарабатывать деньги. Молодые приходят, они тяп-ляп, они такие зарплаты зарабатывают, которых мы и нам и не снились. От тебя уже потихонечку как бы давление. И что ты будешь делать под этим давлением? Из тебя могут полезть либо лягушки, либо говоришь «Ах, под давлением, возрастом, трам-пам-пам-пам-пам-пам». Где мой мир? Я буду славить тебя, как никогда раньше. Я достану. Может, у меня нет той прыти, как у тебя, молодой. Может, у меня нет того азарта. Может, у меня нет того образования. Может, я уже ничего не понимаю в биткоинах или еще в чем-то. Но я понимаю, как Мартин Джан говорит, понимаю, что это схождение с Господом. Я что-то понабрал за эти годы. Я не знаю, что знаешь ты. У меня скопил немножко. У меня есть мира в моих отношениях. И я знаю. И чем сложнее, чем труднее, я буду изливать это мира у ног моего Спасителя. А мой Спаситель будет, эй, где бы не проповедовано было Евангелие, говорите об этом человеке. Где бы не проповедовалось, потому что под конец, когда солнце заходило, она достала что-то сокровенное. И пусть то, что началось в огне, друзья, не закончится дымом. Если ты начал в огне для Бога, а теперь ты просто дымишь, скажи себе, эй, так не должно закончиться. Помнишь первые дни спасения, как ты ходил в церковь? Может, ты сейчас потерял какой-то огонь, потерял какой-то, знаешь, начал львом, не закончи мышью. Начал вулканом, не закончи гейзером. Не хочу просто греть стул в церкви. Не хочу быть просто прихожанином-ухожанином. Я, если меня похоронят, хочу, чтобы похоронили на самой дальней границе моего удела. Знаете, опять же, давление времени. Последнее путешествие Иисуса в Иерусалим. Он уже больше никогда в своем земном теле не будет проходить эти города. И Он проходит два города. И знаете, Он проходит Иерихон. Последний город перед тем, как войти в Иерусалим. И Его внимание привлекает два человека. Только два человека останавливают Его. Иисус посвящал двух человек, прежде чем пошел на крест. Один из них был Захей. Помните? Он забрался на дерево. Другой из них был Вартимей, который кричал. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Что-то они почувствовали там. Этот слепой Вартимей, который сидел на дороге, он почувствовал. Эй, эй, мое время уходит. Я чувствую, что я не могу упустить. Солнце заходит. Солнце заходит. И если солнце заходит, я не могу оставить это просто так. Я не могу позволить этому закончиться вот так. И он начал кричать. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Я не хочу, чтобы так все закончилось. Второй человек был Захей. Но если он был мал ростом, он мог бы сетовать, он мог бы жаловаться. Эх, несправедливая жизнь. Если бы Господь хотел, чтобы я его увидел, я был бы высоким. Меня бы пропустили. Меня бы там дали мне место. Меня бы уважали. Они меня не уважают. Они меня презирают. Я ничтожествую в глазах. Но он так не говорил. Все, что он сделал. Окей, он нашел свою смоковницу. Он забрался. Говорит, эй, я не могу позволить ему пройти мимо меня. Солнце садится. Так не должно закончиться. Есть две категории людей, которые Господь обращает внимание. Это те, которые сбираются. И те, которые кричат. Те, которые сбираются. Ты говоришь, эй, я буду видеть его. Говорит, Захей, спускайся. Не надлежит быть у тебя дома. Такого рода люди получают от Бога. Они говорят, ну, они те, которые говорят, ну, будет, что будет. Нет. Люди, которые способны сказать, так не должно закончиться. Посмотри на свою жизнь сейчас. Проверь свое сердце. На свой брак, на своих детей, на свою жизнь. Некоторые вещи, они сложно сложились. Или неудачно сложились. Вот ты можешь сказать, эй, так не должно закончиться. И тогда я хотел бы с вами поделиться одной документальной историей. Видите, есть такой вид спорта, называется регби. Официально регби появилось в 1823 году. Регби – это вообще название городка, небольшого городка в Англии, Великобритании. Был такой мальчик, 16-летний ученик, его звали Вильям Вебб, Элис. И вот в этой школе регби они играли в футбол. Там был чемпионат, там чемпионат, городской чемпионат школы. И они играли, и их команда проигрывала. Их команда проигрывала. Время тикало. И все говорят, ну проиграли, это игра. Ну что сделаешь? Сегодня проиграли, завтра выиграли. Но он так хотел победить. Он так хотел победить. И когда он видит, что вот-вот-вот-вот-вот-вот, время закончится. Уже финал, уже все, и мы проиграли. Он говорит, так не должно закончиться. Так не должно закончиться. И он схватил этот мяч руками. И побежал к воротам противника. Его хватали там. Судья свистел. Нельзя в футболе хватать руками, нельзя хватать еще чего-то. Он бежал, и он добежал. И кинул туда. Мяч не засчитали. Но это был день рождения нового вида спорта, регби. Сегодня в этом городке ему стоит памятник. Сегодня ему стоит монумент. Человек, который в своем сердце сказал, эй, да не важно, какие правила. Да не важно, что мне нельзя. Да не важно, что вы запрещаете. Да не важно, что вы думаете. Я решил, покуда судья не свистнет, так не должно закончиться. И то же самое, ты приехал на эту конференцию. Я знаю, есть разные вещи. Есть там кто-то, говорит одно, пенсионный фонд, говорит другое, врачи говорят третье, родственники говорят четвертое. Но если ты в своем сердце решишь. Эй, так не должно закончиться с моими детьми. Так не должно закончиться с моим служением. Так не должно закончиться с моей жизнью. Я не знаю, где у тебя не так не должно закончиться, но если ты примешь решение, так не должно закончиться. Один день тебе будет стоять памятник. Аллелуйя. Потому что Бог любит таких людей. И даже если это против правил, даже если это никто раньше никогда не делал, даже если это непопулярно, даже если будут хватать там за подол или держать там, неважно. Так не должно закончиться. Аллелуйя. Поэтому, как у тебя, если ты примешь решение сегодня на этой конференции, на этой заключительном богослужении конференции и скажешь, не проблема определяет, как закончится. Не пенсионный фонд определяет, как закончится. Не мой диагноз определяет, как все закончится. Это я определяю, как закончится. Знаете, когда я готовился к этому богослужению, к этому собранию, Бог напомнил мне одну интересную историю из Евангелия. Мы недавно праздновали рождение Иисуса Христа. Мы праздновали Рождество. Слава Богу, в России мы его там два раза празднуем. А если с армянским Рождеством, мы даже три, да? И мы празднуем, празднуем Рождество. И очень часто, когда мы думаем про Рождество, мы говорим про одну вещь. Мы говорим, аллилуйя, ангел приходит к Марии. На самом деле, эта история Рождества, она очень интересная. Там ангел пришел к двум женщинам. Он пришел к деве Марии, к молодой, к молоденькой девчонке Марии. И он приходит к пожилой Елизавете, которая, да, и он говорит, Марии, да, у тебя будет сын. Но он приходит к Елизавете, которая не знала радость беременности, которая не знала радость, которая, жизнь, которая уже пошла к закату, жизнь, которая пошла уже, казалось, ну что, ну да, я не плодовита, я не плодоносна, я... Но ангел пришел к ней и говорит, ну используй Марии, ангел, используй Брюки. Не переживай, Марию мы будем использовать. С Марией все хорошо, Елизавета, но у тебя тоже. Кто-то родится. У тебя родится Иоанн. И он приготовит путь тому, кто родится у Марии. Поэтому, друзья мои, Рождество и пробуждение, и спасение, это не только про Марию. Это еще и про Елизавету, которой Бог говорит, Елизавета, миленькая. Не плодовита, ничего не получилось в жизни, недовольна, разочарована. Так не должно закончиться. Послушай, миленькая Елизавета, у меня тоже есть миссия для тебя. Да, у тебя пожелание, Елизавета, у меня есть миссия для тебя. И то, что выйдет из твоего чрева, то, что выйдет из твоей жизни, приготовит путь спасителю. Приготовит путь Господу. Поэтому, друзья мои, пробуждение, это не только молодежные конференции. Слава Богу за молодежные конференции. Слава Богу за Марии, которые способны принимать от Бога на пробуждение, это еще. И за пожилые Елизаветы, которые способны поверить и сказать, эй, так не должно закончиться. Ай, аллилуйя. Ты говоришь, мои дети еще не спасены. Так не должно закончиться. Аллилуйя. Еще про одного старичка скажу и будем приземляться, ладно? Был такой старичок, его так и называли в Библии, старец. Апостол Ян. Знаете, апостол Ян. Он один остался. По преданию всех остальных апостолов казнили. Кому-то распяли вниз головой, как Петра, кому-то отсечением головы. С кого-то сняли живьем кожу, как Фоме. Но этому старцу Яну ничего не могли сделать. Его пытались обварить в масле. Его кидали в масло, но он не обваривался там. И вот когда они уже не могли его убить там по преданию, они отправили его одинокого на остров Патмос. И там стервятники уже начали собираться над ним. Вот он, старик один. Обожженный, огорченный. Знаешь, обожженный, без друзей. Все друзья уже были в могиле. Все друзья уже были по ту сторону. Все апостолы, все его соратники. Он один там. И Библия говорит, «И был я в Духе в День Господень». Знаете, стервятники не могут справиться с тем, в ком есть жизнь. Когда в тебе что-то теплится, когда в тебе что-то бурлит там. И он говорил, я был в Духе в День Господень. И он поднял свой взгляд и увидел небесный Иерусалим. И написал одно из самых потрясающих глав священного Писания. Книгу Откровения Иоанна Богослова. Он видел будущее. Знаешь, стервятники там, они... Ну, все. Знаешь, может быть, тебя жизнь пообжигала. Может, твои лучшие друзья уже по другую сторону. Жизнь. Может, ты что-то потерял в жизни. Может, ты... Все, что осталось, у тебя ожоги от отношений, обиды, разочарования. Знаешь, что нужно сделать? Нужно сделать то, что дьявол никогда не способен сделать. Встать. Он падший ангел. Он встать не может. Вот ты можешь встать. Он говорит, я встал. И был я в Духе в День Господень. И увидеть небеса. Увидеть небесное предназначение. Увидеть духовный мир. Увидеть то, к чему Бог тебя призвал. Аминь. И этот Иоанн, он поднимает свой взор. И он видит там, видит небесное благословение. Он видит историю всего человечества. Скажи соседу, вставай. Из-за самосожаления, из своей обиды. Вставай из разочарования. Вставай из своего прошлого. Аминь. Я очень люблю проповедовать и на молодежных конференциях. Там классно. Но что не знают? Они еще не видели ничего. Слава Богу за молодежь. Слава Богу за Мари. Понимаешь. Но если ты больше пятидесяти, шестидесяти. Вот кто умеет славить Бога. Они еще никогда толком-то разочарованы не были. Их еще жизнь-то не обжигала. Конечно, там. Чего не славить Бога? Но когда ты прошел и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Еще одно место Писания. Исайя, шестая глава. Здесь написано, Исайя был в духе. И он видел царя царей. И он видел, как слава Божья, она сошла в храм. И написано там, Исайя, шестая глава, четвертый стих. Написано. И поколебались верхи врат от глаз восклицающих. И дом наполнился курениями. То есть, врата поколебались. И дом наполнился курениями. Что такое врата? Что такое врата? Врата – это колонны. Знаете, это самая крепкая часть здания. Все время, когда землетрясение, надо прятаться всегда, или оставаться в косяках дверей. Потому что это самая сильная конструкция. Это колонны, которые там в веках стояли. Они были там от начала. Когда еще никого там не было, эти колонны стояли там. И годы шли, и годы проходили. Но знаешь, написано. Но слава Божья не пришла в храм, покуда колонны не пришли в движение. Мы много молимся о пробуждении. Много молимся о движении Божьем. Много молимся. Знаешь, я верю. Когда слава Божья придет в храм. Когда вот эти древние колонны, которые от начала были в церкви. То есть стояли там, подпирали, подпирали. Делали невидимые вещи. Делали еще что-то. Когда эти колонны начинают двигаться. И приходит движение. Слава Божья наполняет храм. Дорогие колонны, у меня большая честь проповедовать вам сегодня. Я уверен. Знаешь, ты думаешь, пробуждение придет через молодых? Оно придет через молодых. Оно придет так же, когда колонны двинутся. Скажи колонне, которая сидит слева или справа у тебя. Ты будешь двигаться по-новому. Знаешь, я знаю, если мама и папа начнут верить по-новому. Если бабушка с дедушкой согласятся о чем-либо. За своих внуков и правнуков. Иисус Навин, 10 глава, 12 стих. Знаете, там еще одно интересное событие. Иисус Навин борется с врагами Израиля. И они уже вот-вот одолевают. Вот-вот уже одолевают. И в 12 стихе написано, и возвал. Но написано, в то время не было прожекторов. В Израиле солнце садится очень близко, очень быстро. И солнце садится. И он говорит, вот победа уходит из моих рук. Победа испаряется из моих рук. И тогда Иисус Навин говорит. Он говорит, стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Альлонская. Кто солнце останавливает? Но был один человек в годах, который видит, что солнце заходит. Говорит, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Так не должно закончиться. Солнце. Ну-ка остановись. Ну-ка стой. И солнце. Мы знаем, что это не солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Ну, не суть важна. Он говорит, ну да, он там астрономическую ошибку допустил, но это не важно, как много ты знаешь. Важно, как много ты веришь. И Бог говорит, эй, я нашел кого-то. Я нашел человека, который сказал в своем сердце. Да не важно, как оно было. Я не хочу. Я не согласен, чтобы оно закончило вот так. Поэтому я не согласен. Солнце, стой! И знаешь, что случилось? И остановилось солнце. И луна стояла, доколе народ умстил врагам своим. Нет, это написано в книге праведного. Стояло солнце среди неба. И не спешило к западу почти целый день. Аллилуйя! Знаешь, я зашел до границ. Но я не позволю врагу обворовать меня. И ангелы на небе. Я думаю, когда он сказал это, солнце, стой! Все ангелы на небе на Бога посмотри. Говорит, что делать будем? Бог говорит, послушай, это и есть вера. Он не просто сказал, он верит, что это возможно. И все возможно верующему. Ангелы, включайте тормоза. И вся вселенная встала. Бог остановил всю вселенную. Потому что один человек осмелился сказать в своем сердце. Я не хочу, чтобы закончилось вот так. Я буду готов, когда будут дети служить. Когда наследие вое. Когда мои враги повержены. Библия говорит об осознании. Иисус Знайм 23, 14. Где он сам про себя говорит. Вот я ныне отхожу в путь всей земли. А вы знаете, всем сердцем вашим и всей душою вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех тех добрых слов, которые Господь о вас говорил, Бог ваш. Все сбылось для вас. Ни одно слово осталось неисполненными. Вот как я хочу покинуть эту землю. Вот с каким свидетельством я хочу пойти туда, к Отцу. Бог, все, что ты сказал, оно исполнилось. Все, что Бог ему обещал, было совершено. И теперь можно заканчивать. Знаешь, ты можешь сказать неправильно. Как он сказал неправильно? Бог говорит, пусть ты сказал неправильно, но, Бог говорит, я сделаю правильно. Слепой попрошайка качал, сын Давидов. Он слышал, что Иисус проходит мимо. Он говорит, эй, не может так закончиться. Не может так закончиться. Иисус сказал, прими зрение. Потому что ты не позволил закончиться, покуда ты не увидишь победу, которую Бог тебе завещал. У меня сегодня, друзья, в этом последнем конференции есть вызов каждому из вас. Кто-то может уже идти играть. Когда я бросаю вызов, лучше играть. Потому что Бог ищет людей, которые почти сдались, чтобы обратить все наоборот. Которое, которое так не может закончиться. Когда я готовился к этому собранию, Бог дал мне одно предложение для вас. Которое я хочу, чтобы ты унес, увез его с собой или унес с собой, если ты из Москвы. Бог не закончил тебя благословлять. Он сказал, скажи им, я не закончил тебя благословлять. И иногда нам так кажется, что годы уходят, и ты уже, ой, ты такой. И ты говоришь, ну да, вот. А помнишь, дядя? А помнишь, как было? А помнишь те добрые времена? Он говорит, послушай, слава Богу за добрые времена. Но ты ценен для меня прямо сейчас, в твой сезон, в твое время. И я еще не закончил тебя благословлять. И в чем бы тебе не нужно было чудо, в чем бы тебе не нужен был прорыв, Бог не закончил тебя благословлять. Давайте мы вместе поднимемся. Я хочу, чтобы сейчас ты закрыл свои глаза, заглянул в свое сердце. Где там у тебя? Это то, что трешнее, так не должно закончиться. Может, ты уже с этим смирился даже уже. А что я сделаю? Да я пробовала. Да я пытался. И где-то ты опустил руки. И где-то ты сдался. Уже нет тех сил, нет той веры, нет той ревности, нет того дерзновения, нет той энергии. Иисус Навин говорит тебе сегодня, если надо, если ты готов верить, я солнцем могу оставить для тебя. Если ты готов верить, если ты где-то готов сказать в своем сердце, «Эй, я не согласен, я не согласен. Нет, 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 еще рано. Я не согласен, пока солнце не село. Я буду жить, покуда я живу. Я буду жить, покуда я не умер. Я не поползу сам туда. Не дождешься. Я не поползу сам туда. Я буду жить полной жизнью. Я буду дышать полной груди. я буду доставать драгоценное мира из своей жизни и изливать его у ног моего спасителя я и сегодня вызов колоннам старшему поколению что должно быть и в движении вот хватит жалеть вот хватит смотреть на себя как жертву хватит смотреть на себя как нуждающегося вот и увидишь себя другими глазами вот увидишься как колонну которая поддерживает строение колонна которая держит своды твоей церкви или когда колонны 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 приходят движение слава бурья наполняет храм я сегодня хочу обратиться к елизаветам вот ты сможешь на марии решает везет же марии молодая юная чудесная моя роль увеньшается мне тот же самый ангел который пришел к марии он пришел и к мне заведите как ты слышишь о малом надежных конференциях о всех этих чудесах обезду со ангел теперь моя очередь теперь моя очередь будем я на рожать будем приготовлять путь для твоей славы на этой земле дорогой господь я благодарю тебя за эту конференцию я буду тебя за каждого делегата я буду тебя за каждого брата и сестру на этом месте я благодарю тебя за времена и сезоны нашей жизни я молюсь сегодня пусть то откровение которое я делился она сядет нашим сердцем господь мы не хотим легко сдаваться мы вообще не хотим сдаваться научи нас этой вере иисуса на меня научи нас этой вере это женщины когда пришла дал авостровый сосуд я молюсь господь я прошу тебя и сейчас как ты смотришь свое сердце не заморка касается твоих детей которые еще не служат богу которые ушли от бога может это касается твоего служения может это касается твоих отношений чтобы это не было там где-то внутри себя скажи так и должно закончиться я не понимаю этого я не соглашаюсь с этим я не сдаюсь я буду верить я буду исповедовать я буду провозглашать я буду жертвовать я буду служить я буду делать все что угодно я знаю так не должно закончиться и когда я уйду я уйду на самой крайней границе того что бог не пообещал а бог обещал я и мой дом будем служить господу а бог обещал праведник не будет нуждаться в куске хлеба а бог обещал благословить меня бог обещал употреблять меня я не знаю что тебе бог обещал но чтобы он тебе не обещал он это исполнит потому что он бог и нет другого господь сейчас на конец этой конференции на последнем богослужении я просто высвобождаю твое благословение на каждого делегата на каждого участника на каждого я молюсь господь за эту пребывающую веру я молюсь пусть твое помазание запечатает нас это вера иисуса навина останавливать небеса вера иисуса навина идти до самого конца пусть она сохранить наше сердце благодарю тебя славлю тебя воздаю тебе честь хвалу и славу дальше вместе скажем так не должно закончиться я буду жить пока не умру аминь аминь будьте благословенны драгоцовы и